Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. Поручение дано по итогам прошедшей 5 июля встречи с экологами и зоозащитниками. О том, что может измениться в ближайшее время, рассказывает наш корреспондент. Сразу несколько опубликованных поручений президента по итогам прошедшей встречи с экологами и зоозащитниками касается поддержки приютов для животных. Так, правительству России совместно с властями регионов поручено до 1 августа предоставить предложение по развитию сети приютов для безнадзорных животных, а также по их обеспечению и финансированию. Кроме того, Кабмин должен до ноября определить меры господдержки приютов, оказавшихся сложной финансовой ситуацией из-за пандемии. Решение было принято после общения главы государства с директором одного из приютов 5 июля 2020 года. Владимир Владимирович, хотелось бы обратиться к вам. Есть ли возможность у государства в такое трудное время хотя бы каким-то образом минимально поддержать приюты? Нам как бы нужны средства хотя бы на минимальное выживание, это лечение и питание наших животных, чтобы мы знали, что завтра наши животные просто не будут голодать. Речь идет о поддержке на время вынужденных ограничений, связанных с пандемией? Да, хотя бы минимальный вот такой вот момент. Если он будет, то для нас это в любом случае будет уже существенная помощь, которая поможет нам вывалить в этой ситуации. Точно, совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. Вот формы, объемы и вот прямо конкретную дату сейчас назвать не могу, но мы вас услышали и вам поможем. Владимир Путин на встрече с зоозащитниками заявил, что закрепление в Конституции России норм об ответственном обращении с животными позволит нам почувствовать себя цивилизованными. Президент подчеркнул, что в числе инициатив граждан по поправкам в Конституцию предлагалось усилить требования к сохранению окружающей среды и ужесточить ответственность за негуманное отношение к животным. Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями. Мы обязаны и будем сберегать все это для них, для будущих поколений на всей нашей большой планете. Решения, принятые на федеральном уровне, поддерживают и тверские зоозащитники. Дмитрий Нечаев, депутат Тверской городской думы и член постоянного комитета по социальной политике, уверен, что поправки в Конституцию наравне с принятым в прошлом законом об ответственном обращении с животными, в конце концов, возымеют необходимый эффект. У некоторых правоохранителей, у отдельных, я отмечу это, сохранилось такое недостаточное понимание этой проблемы. Они считают, что закон в отношении животных еще как бы, что мы до этого не дошли, что ли, не дозрели. А с другой стороны, очень часто правоохранители жаловались на то, что у них недостаточно механизмов на то, чтобы наказывать живодеров, по-простому говоря. Но с введением в 2018 году нового закона 498 об ответственном отношении к животным, с введением вот теперь поправок Конституции, но теперь у них, как говорится, все карты на руках, теперь остается просто брать и карать тех, кто ведет себя безнравственно по отношению к животным, безответственно. Генеральная прокуратура России совместно с МВД готова провести проверку всех фактов нарушений против животных, которые получили большой общественный резонанс. Доклад президент ждет до 1 сентября. Граждане с активной жизненной позицией надеются, что тверские истории про забытых хаски в багажнике, утопленном коте, задавленной собственным хозяином собаки, а также прогущенских голодных псов дойдут до главы государства и виновные будут наказаны.